Всем привет! Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер, визуальный художник, преподавательница. Я уже девятый год живу в Лондоне, учу здесь студентов как приглашенный лектор в Университете искусств в Лондоне, и также являюсь основательницей онлайн-академии для творческих специалистов Академии Анны Радченко. И сегодня вместе с онлайн-киношколой Solaris мы хотим поделиться с вами одной из моих любимых креативных техник для создания новых идей. Это техника мэппинга. Итак, давайте начнем с небольшого предисловия. Я не знаю, как у вас, ребята, но у меня, как у коммерческого режиссера, а я в основном работаю с музыкальными клипами, с рекламой, часто бывает ситуация, что приходит какой-то бриф, и, знаете, у меня нет вот сразу для него каких-то прям мощных идей. Когда я делаю свои арт-проекты, у меня обычно, знаете, списано много листов, много идей возникает, а тут приходит мне бриф, и в случае, например, с музыкальными клипами часто это просто название композиции, пара каких-то очень общих фраз, и оттуда особо ничего почерпнуть нельзя. И именно в таких ситуациях мне помогают вот конкретные техники, когда я не могу вот отсюда, да, просто из сердца достать какие-то идеи, а мне нужно прибегнуть к таким, в каком смысле, искусственным механизмам, но которые действительно очень помогают. Итак, я думаю, что многие из вас слышали про то, что такое вообще ментальная карта, mind map. Если нет, можете быстренько загуглить, увидеть кучу примеров. Что мы с вами сделаем? Мы возьмем какую-то первую идею, которая у нас есть, это может быть буквально какое-то слово. Если это ваш персональный проект, может быть вас волнует какая-то тема в мире, что-то вас вдохновляет, это может быть климат, я не знаю, глобальное потепление, родительство, что угодно, это может быть просто вот одна какая-то фраза, одно какое-то слово, которое у вас есть, и больше на данный момент у вас ничего нет. Я вам приведу пример как раз с музыкальным клипом. Мне пришел бриф на песню, которая называлась Emoji. И что я сделала? Я в центр листа, или если вы делаете это на компьютере, в центр вашей виртуальной страницы, неважно, вы пишете это исходное слово. В моем случае это будет Emoji. Вот я его пишу, и дальше я придумываю ассоциации, связанные с этим словом. Что мне приходит в голову? Мне приходят в голову социальные сети, смех подростки и дети, потому что они много пользуются Emoji, и так далее. Я придумываю до десяти ассоциаций. Что я делаю дальше? Дальше я беру каждую ассоциацию, каждое слово или словосочетание, которое пришло мне в голову. Например, социальные сети. Я забываю про исходное слово. То есть я беру социальные сети, и сейчас буду придумывать ассоциации к социальным сетям, забывая про все остальное и забывая про исходное слово Emoji. Что у меня ассоциируется с социальными сетями? Мне приходит в голову слово маска, потому что мы все пытаемся казаться, может быть, лучше, чем мы есть, это что-то искусственное. Я могу писать и существительные, и прилагательные. Маска, искусственность, возможно, это бессонные ночи, потому что я могу зависать в соцсетях и не спать, и так далее. Дальше я, опять же, забываю про все остальное, забываю про все, что было до этого, и снова беру каждое слово или словосочетание, например, слово маска или бессонные ночи, и так далее. И придумываю уже ассоциации к этим словам. И вот так я проделываю со всеми-всеми словами, со всеми ассоциациями, которые у меня появляются, каждый раз придумывая, ну, опять же, несколько ассоциаций, вот сколько вам придет в голову. И так я работаю до тех пор, пока в сумме я не увижу перед собой около ста слов, словосочетаний, каких-то фраз, ассоциаций. А вы можете, конечно, сделать больше или меньше, вот на самом деле, сколько у вас есть времени, иногда накатывает такое вдохновение, и еще, если вдруг вы это делаете не в одиночестве, а, например, со своей командой, тоже очень круто, это может работать и как групповой метод брейнсторма тоже. В общем, делайте, как вам комфортно. Вы увидите перед собой ряд ассоциаций, ряд слов буквально, или фраз. И дальше что вы будете делать? Вы будете генерировать идеи, сочетая между собой, комбинируя разные вот эти слова и фразы. Что я имею в виду, вот как их комбинировать, да? А, к примеру, у вас в одном конце этой карты будет слово «маска», где-то в другом конце будет слово «стекло», и еще где-то слово «веревка». Ну, например, казалось бы, вы на это посмотрите и подумаете, слушай, ну это же вообще какие-то рандомные совершенно слова-словосочетания, что у них вообще общего, и уж тем более с эмоджи, вообще непонятно. Ну, подождите, спокойно. Вообще, на этапе брейнстора, вы, кстати, запомните, друзья, никогда не нужно себя критиковать, вот этого внутреннего критика вообще выключаем, мы его включим потом на этапе уже отбора финальных идей, когда вы генерируете идеи, вообще выключаете цензора. И начинаете думать, хорошо, как я могу совместить маску, стекло и веревку? И, может быть, вы придумаете, что, например, у вас певица в начале клипа начинает петь, перед ее лицом стеклянная маска, к ней прикреплена веревка, и когда она начинает петь, она вот так аккуратненько поднимается наверх. Например, друзья, я думаю, вы понимаете, что я сейчас просто совершенно случайно образом это придумываю, когда вы будете работать над своим проектом, я уверена, что у вас получится множество интересных, необычных, новых сочетаний, образов и так далее. Таким образом, вы можете работать над конкретными идеями для визуальных сцен, над какими-то поворотами сценария, над чем бы вы ни работали. Это подходит, на самом деле, для чего угодно. Я лично эту технику, кстати, узнала от стендап-комиков. То есть эта техника, она популярна среди большого количества разных креативных профессий. И призвана она найти новые, необычные, какие-то неожиданные для вас самих сочетания. Всегда помните, что нечто новое — это всегда комбинация чего-то уже существующего. Если вы подумаете об этом и вспомните даже, например, бестиарии некоторых стран, что такое дракон? Дракон — это сочетание ящерицы и птицы. И, казалось бы, это новое сказочное существо, но уже и ящерицу, и птицу мы видели. И поэтому я хочу сказать, что это нормально, что вы создаете что-то новое из чего-то уже существующего. Не нужно этого стесняться. Нужно тренировать свой мозг, постоянно генерировать вот эти новые сочетания, новые комбинации. И это именно то, что сделает ваши идеи, ваши видео, ваши фильмы необычными, свежими, интересными зрителю. И я надеюсь, что вы сами тоже, прежде всего, получите от этого процесса удовольствие. Я желаю вам удачи, я надеюсь, что вы кайфанете от применения этой техники, и ваши проекты будут иметь большой-большой успех. До встречи на курсе! Продолжение следует...